в этом не знал вот такие вот истории и дрался со многими сухоцким с пиволом но я себе террорист на боец хороший стойкий то есть мой то что сейчас уже рустам тулаганов на ваших экранах боец родившийся в ташкенте сейчас проживает кстати в городе окснард калифорния чемпион да один бой за плечами в сша он провел против роберта гуэры и выиграл иногласным решением судить и сейчас сразу четырех раундного боя перескакивает на восьми раунд и причем надо отметить что первый бой то у него был довольно давно октябре 2017 вас с лишнего года не выступал и и поэтому можно здесь сегодня действительно скажет у него снова два года без выступлений это очень большой взрыв безусловно тем более что и соперник у него был в первом бою в единственном пока бою на против логи яхти какой роберт гуэра когда имел пять поражений ну что сегодня покажем лаганов бою против константина петернов при всех своих достоинствах огромном опыте и стойкости иногда травмируется по ходу боя все-таки травма плеча нет нет да иногда дает себе знать бывший чемпион россии тренепрофессионного кстати у него в углу раздачерников как мы видим да 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 константин волжский коза волжский коза петернов красный угол ринга боксеру 28 лет рост 185 сантиметров вес 80 килограммов 800 граммов проводит свой второй профессиональный поединок в первом была одержана победа бронзовый призер олимпийских игр рио-де-жанейро из узбекистана Рустам Тулаганов еще одно хорошее приобретение команды патриот Рустам Тулаганов блестяще выступил в рио как и вся команда узбекистана которая выиграла неофициальный зачет и вот второй бой на профессиональном ринге правда после большого пиро в скорости в скорости после рио-де-жанейро он перешел в профессионалы но потом случился вот этот перерыв двугодичный Краткий инструктаж ну и давайте посмотрим первый раунд поединок еще раз напомним запланирован на 8 довольно длинная дистанция Красный готов угол? готов? 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 готовы? готовы? бакс? Петернов пошел вперед Тулаганов сразу показывает что он умеет защищаться не только спрятавшись за блок но и корпусом вот вы видите сейчас поставил перчатки к голове принял на себя эту атаку у волжского казака и снова лево-боковой от Петернова был по перчатке дает воработать сопернику Тулаганов но я смотрю пока Казатин левые удары именно левые силовые удары потому что тут вполне возможно что правую руку так или иначе бережет под спудно сейчас бросал вот эти и правые и боковые вот туда куда-то почти по затылку приходились удары скорость конечно у Константина потеряна вот но пока еще неплохая надо отметить все таки да нет руки летят было быстрее нет это естественно не так стремительно как хотелось бы линия рука Тулаганов не спешит дает сопернику поработать в первом раунде присматривается рядом с ним все головой оттолкни хорошо чувствует дистанцию и вот сейчас начал атаковать спустя 2 минуты правда очень размашенно атаковала справа сверху вниз пробивал он ярнов спокойно пытался достать висок соперника спокойно перекрыл атаки и сейчас сам пошел контратаковать свою очередь но если не устанет то мы уже говорили что Константин Петернов умеет оказывать серьезное давление и является достаточно непростой оппозицией несмотря на не самый благоприятный рек ну мне кажется полаган пока еще даже на 70 процентов не включился работает пока с большим запасом когда напряжение в игре нарастает счет идет на секунды но пока твоя ставка не принята время беспощадно разрушает игру Винлайн принимает ставки без промедлений всего 3 секунды и твоя ставка в игре Винлайн примет ставку за 3 секунды без вариантов Смотрим повторы того что было в дебютном раунде ну ничего особенного собственно не происходило тулаганов присматривался к сопернику давал Петернову поработать взаимное определение претензий притязаний ну вот начинает более активнее работать поактивнее начинает работать тулаганов смотрите передняя рука у него действие такие силовые удары он бросает голова корпус снова в атаке стоп 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 подавливает часть тулаганов ну захватил уже инициативу да старается он это давление только лишь увеличивать петернов опирается спиной на канаты вяжется в клинче сам перестал уже контратаковать хотя до этого хорошие длинные атаки ему удавались ну соперник давал эту возможность сейчас тулаганов прибавил и все он диктует ну хороший удар четко в голову Константина туловище два подряд ударом 5 миллион узбекского боксера узбекского боксера хорошо перекрывается от боковых петернов тулаганов и снова локоть на месте вся защита и меньше минуты остается до завершения второго раунда он упирается предплечьем да сейчас получит замечание в чем пробивает одиночным джебом рустам потом отступает напущенными руками но уже Константину не хватает скорости ну видно как петернов начинает тянуться за ударом когда пытается что-то сделать в атаке это очень опасно рано или поздно этим воспользуется если да и сходят а раньше что-либо не произойдет стоп 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 ну этот раунд был поживее тулаганов уже выложил часть своих козырей но главное что пока константина травма не беспокоит и это хорошо здвойный джеб и дальше пробивает справа в руку скорее всего плечо советует тренер Рустамут Улаганов секунданты секунданты третий раунд бокс итак смотрим третий раунд опять на сближение пошел Тулаганов довольно силовой джеб выбросил трижды Константин молодец пытается что-то придумать в атаке что-то опасно но рискует мочные удары пропустил Костян ну отвечает смотрите на нем 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 и минута прошла вот начало третьего раунда здесь на ближней дистанции зарубаются оба сталкивает назад от Тулаганов соперника Костян пытается вернуться обратно на удобную для себя дистанцию удара видим что разбит у него нос уже да несколько ударов подряд в этой атаке пропустил Патернов но сам пытается опять пробивал в корпус еще раз скажем что несмотря на то что он понимает насколько рискованно его атакующие действия но Патернов спортсмен он будет рисковать не будет просто так сдаваться на милость сопернику что такое плечо и нога там да нет да вот мы говорили что подвержен этим травмам Константин Патернов мы уже видим когда по ходу боя он отказывается от продолжения не ввиду того что сдался сам а ввиду того что тело не позволяет боксировать на должном уровне ну потому что я помню поединок Константина Патернова против Иоанна Конгола и с Конгола он подрался всю дистанцию ну что нет будет продолжать все таки посмотрите ну ставил капу иди сюда тайм бокс именно как раз кстати вот в том поединке с Конгола в сентябре 2016 года та травма стала особенно Кристина Патернова тревожить но он с одной рукой отбоксировал тогда очень удачно сейчас я думаю что до конца раунда как минимум точно додержится защищаться умеет Патернов но там дальше в углу уже они определят вложать или нет пытается силовыми ударами Патернов отвечать Закончен раунд я бить не могу вы слышите да где болит а здесь я так понимаю кисть болит то есть не плечо а кисть травмировал здесь в углу еще не знают говорят не обращай внимания в каком состоянии соперник просто делай свою работу ну полет в общем-то дельный не надо рассчитывать сопер снимется травмируется надо продолжать гнуть свою линию да похоже действительно кисть секунданты четвертый и вы слышали как Патернов сказал секунданту бить не могу но сейчас он конечно же этого показывать не будет смотрим раунд под номером 4 возможно будет поменьше действовать правой рукой как мы сейчас видим приберегает видимо а 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 этот двугодичный простой тулаганова просто не прошел ну у нас снова выходить на те кондиции которые у него были вреда занейро да то что получилось что после рио он год я не знаю там в любительском боксе было что-то или нет через год после восемнадцатом году перешел да ну рио 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 16 а что-то его остановило тут хороший апперкот и правой прямой вот рустама пулаганова отдавливает сейчас голову и затеял тернов как мы видим правый практически не бьет редко сейчас бросил так формально все 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 понимает капу не будет продолжать бой все это понятно хватило мужества еще на половину раунда но дальше да амбоксировать константин петернов к большому сожалению не смог одиннадцатое поражение подряд ну замучили буквально этого весьма неплохого спортсмена травмы на спортсмен да ключевое слово ромки прав но наверное надо все таки уже подумать о здоровье да прям в лоб попал он сказал что в лоб попал сказал что ну в лоб попал и кисть наверное травмировал кисть в лоб не у не 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 Ну что ж, досрочная победа Тулаганова в этом бою, но так полностью потенциал этого боксера мы, пожалуй, не увидели. Ну, потому что старца у Константина Петернова был отличный, надо отметить. Ну, мы все, естественно, уже понимаем всю эту ситуацию, и основная проблема у Константина Петернова – это то, что его собственный организм уже подводит. Нет, ну сейчас не о Петернове, просто хотелось понять больше, насколько вот готов к подвигам настоящих Тулаганов, насколько он хорош будет в профессиональной карьере, ну, наверное, потребуется еще 2-3 боя посмотреть нам, чтобы уже окончательно понять перспективы этого бойца. Ну, в принципе, они должны быть весьма хороши, но Петернов… Абсолютно не расстроен, очередная травма. Но продолжает выходить в ринг мужественный человек. Надо отдать ему должное. Ну, а у Рустама Тулаганова вторая победа в карьере. Я надеюсь, что не последняя его мы возьмем. Ну, главное, чтобы не было сейчас перерыва, да, снова? Да, очередной. Субтитры сделал DimaTorzal. Ура. Да, уши! Ура. Мия.